Здравствуйте! Как прошло это лето с точки зрения безопасности детей и подростков? На что нужно обратить внимание взрослым в связи с началом нового учебного года? Об этом говорим и в нашей студии начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова и руководитель Центра профилактической работы Елена Шурунова. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, железная дорога, начнем с нее, она остается местом повышенной безопасности, как мы уже привыкли слышать, и сейчас уже можно подвести первые итоги, насколько травмоопасным стал период летний в этом году, вот именно на железной дороге? Мы старались, мы весь год, вот человек не даст соврать, мы работаем рука об руку, мы занимались профилактикой безопасности детского травматизма, ну во всех формах, в каких это только возможно, и кукольные театры, и выставки, и лекции, и беседы, и то, что это наше новое детище, вот это... Конкурс мы провели, и методическое сопровождение педагогов обучали. То есть дети получили призыв, итогом, значит, этого большого конкурса было это то, что дети-волонтеры нанесли вокруг вокзала трафареты, что железная дорога безопасности, возьми ребенка за руки для родителей, для родителей, сними наушники, сними капюшон. То есть вот весь год мы этим занимались. Лето, ну скажем так, оно еще не завершилось. Я человек суеверный, поскольку, ну вот я работаю всю жизнь с детьми. Хорошо прошло лето, нет у нас вспышки какой-то вот травматизма. Дети были, скажем так, ну присмотрены, были под надзором, мы старались, мы пропагандировали, где можно поработать, куда можно отправить в лагерь, в какой-то отдых. То есть чтобы дети были заняты. Заняты, это самое главное. Если ребенок не занят, это и рост травматизма, это и рост преступности, ну и рост всех нехорошестей, которые могут только случиться с 8 летом. А как получилось ваше сотрудничество, Елена Леонидовна, чтобы объединились? Или это уже не первый год происходит? Нет, это вот как раз с этого учебного года, да. В 2018 году мы заключили договор о совместном взаимодействии в рамках профилактики на объектах железнодорожного транспорта с линейным управлением, Средневолгским линейным управлением Министерства внутренних дел на транспорте и Кубинской железной дороги. И у нас есть цикл, целый цикл мероприятий, направленных на профилактику. Тем более даже какой-то новый проект появился. С конкурсом, да? Вы сказали, а кто это за конкурсы? И кто? Участники, скорее всего, дети, да? Конечно, дети. Ну, скажем так, если им будут помогать взрослые, родители или педагоги, это еще лучше, да. То есть, скажем так, совместный труд, совместное творчество, оно объединяет. И мы так думаем, что вот те дети, которые из Тольятти, которые сняли целый фильм, они просто молодцы, вот их опыт надо показать. То есть, не просто так, а то, чтобы вот это интересно было и для души. А конкурса, вот в чем соревновались-то, по каким критериям? Это как раз, да, вот в рамках подготовки летней оздоровительной кампании, как раз в период летних каникул, как-то у нас родился, да, вот такая инициатива провести этот конкурс. Конкурс называется «Железная дорога. Зона повышенной опасности». Проводился он для всех учреждений образовательных по всей области. Это проходило в мае месяце, то есть он проходил для двух, по двум номинациям. Это нужно было создать наглядный материал и, который направлен на профилактику, который для родителей и для детей. И то есть ребята сами выполняли, они делали эмплемы, слоганы и прочее. И вот уже по результатам... И мы же мы сделали. И вот они же, да. Это не просто агушо, да, все в пустоту, тупиковое. И потому что очень важно именно, чтобы это детский взгляд был. Потому что мы можем придумать какую-нибудь рекламу, но это будет с точки зрения взрослого. А для того, чтобы это доступно было, ну, по принципу равный-равному, то есть ребенок придумал, ребенок, наверное, будет лучше воспринимать. А самые творческие, это кто оказался победителем, есть, вот просто чтобы озвучить? Да, вы знаете, разный возраст, разные дети из разных населенных пунктов, есть и небольшие совсем деревни, есть и школы-интернаты, есть и... И новокубческие, школы-интернаты, итальянские, и кинель, ну, очень много детей. То есть охват большой практически. Большой охват был, да, и вот в рамках продолжения этой работы как раз, да? И вот как раз вот вы бы видели глаза этих детей, которые наносили трафареты. Дети были разные, скажем так. Мы им объяснили, что дети, вы как волонтеры сегодня, практически юные волонтеры. А это дети были из группы коррекции, которые занимались при центре семьи. То есть дети совершенно разные. Ну, скажем так, с проблемами. Но, вот как я сказала, труд и творчество, оно сближает. Вот вы знаете, такие сияющие глаза. И девчонка, она трудно, видимо, подбирала слова. Почему? Потому что были проблемы. Она сказала, вы знаете, это для детей и для взрослых, чтобы у них беды не было. Вот. То есть они хотели. И они вот с таким вдохновением, мы же дети, ну встаньте с колен, вы же по асфальту. Нет, они рисуют. Они нарисовали огромную ромашку. Они написали, что, опять же, железная дорога безопасности, хотим жить. Вот эта ромашка, в середине люк вот этот вот было. То есть дети старались, они творили. А сама Куйбышевская железная дорога как участвует в этом процессе? Потому что, кажется, все делается для этого. Нет, ну, конечно, это совместно. Во-первых, да, вместе мы размещены информационные материалы на их сайте. И призы они представляли. И так же выезжали. Да, и так же они рассказывали о безопасности на железной дороге. Каким образом обследование правил. Потому что здесь же организации, даже чтобы попасть на железную дорогу, нужно и разрешение. Ну, безусловно. Время согласовываться. Тут у нас как раз вот все соглашение. И даже вот кукольный театр, который мы интерактивно ездим, показываем, про безопасность. Железная дорога помогла, приобрели они, декорации вырезали. То есть сейчас он новыми красками заиграет. И, скажем так, вы знаете, уже очень заинтересовались нашим опытом вот этим кукольным театром. Я так думаю, что дело дальше пойдет. Ну, в принципе, приглашение мы заманчиваем. На уровне регионов, да? Да ну нет, повыше даже. Ну, нет, межрегиональные, я говорю. Да, межрегиональные. То есть именно вот это новое, новатарство, именно вот донесение для детей информации. Потому что спектакль, ну, я скажу таким словом, обалденный. И вот когда сейчас там и издание вокзала появилось, и Сапсан поезд, ну, просто великолепно. Дети, вы знаете, смотрят на одном дыхании. Вот они не сидят ни секунды, они все пританцовывают и хлопают вот так весь спектакль. Потому что там прекрасная музыка, все это быстро, ярко, четко, динамично. Но я так думаю, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Какие еще новые формы появляются в профилактике? Потому что время меняется очень стремительно. Вот завтра я иду в центр семья железнодорожного района. Там собираются родители первоклассников. Вы знаете, мы говорим, говорим, а это именно родители первоклассников. Все они живут в непосредственной близости от железной дороги. И вот я буду с родителями говорить на все темы. И о том, как надо ребенка приучить, и что надо делать, и где у нас наиболее травмоопасные места, и как надо учить ребенка. То есть у нас будет серьезный разговор. Ну, в конце, конечно, я опять же подарю им небольшие сувениры. Ну, это расписание большое, яркое, хороший картон, хорошая полиграфия. И там про все правила к поведению на объекты железнодорожного транспорта. Опять же, спасибо железной дороге. Потому что, наверное, профилактические меры, они должны даже опережать вот эти события. Да, да. Первичная профилактика – это первичные. И наушники, да, появляются. Да, первый класс – это маленькие дети. Если опоздать чуть-чуть даже в профилактике. И культура воспитания, да, конечно, она должна быть молодых ногтей. Начинать с родителей, да. Хотелось бы узнать, чем занимается Центр социализации молодежи, ну, кроме того, что участвуете вот в таких совместных проектах, вообще направление вашей деятельности. Потому что, когда мы говорим о безопасности, вот проблемы, они как раз и ведут к каким-то травматизму, к преступности, к проблемам вот в детской, продавцовской среде. Ну, как уже, да, говорили о том, что основная профилактика это вовлечение детей именно в дополнительное образование, какие-то занятия. То есть мы должны их отвлечь от улицы прежде всего. И чтобы они, ну, для чего уходят, да, дети на улицу? Для того, чтобы там как-то смутвердиться, поднять свою самооценку. Если в классе не складывается, да, там, в школе какие-то, мы знаем, да, эти понятия, там, буллинги и прочее, то в рамках дополнительного образования он поступает в среду, которая ему не знакома, его, да, не знает. И у него есть еще один шанс, да, самоутвердиться, добиться результата, поднять свою самооценку. И когда он уже с этим вот багажом приходит в школу, да, и там вот уже он на соревнованиях там победил, то совершенно дурной взгляд на него. И поэтому многие преступления, да, я думаю, правонарушения как раз, да, Алла Альбертовна, как раз мы можем предотвратить тем самым. Да, отвлечь, отвлечь от компании дурной. Он посмотрит на себя совсем с другой стороны. Вот вы знаете, как крылья у ребенка вырастают. У него же даже такие дурные мысли. Он должен в чем-то быть успешен, обязательно. Да, он успешен. Не в этом, пусть не в учебе, а вот в чем-то он успешен. И все на него обратили внимание. Все поняли, что это человек, который представляет из себя что-то такое серьезное. И людям в этом стих. Да, ребенку и его самолюбие. Различные направления деятельности. А на какую возрастную категорию рассчитано? Вот кого вы привлекаете? Различные. Тоже различные? Конечно, различные. От пяти до двадцати одного года. То есть все учреждения, да, пожалуйста. И по-разному. И разные направления. Кто-то там наоборот, да, хочет как-то поднять свой уровень профессионального мастерства именно там, художественной направленности. Это одно. Дети, которые имеют какие-то проблемы или какие-то там, вот они хотят себя проявить, если он там, не дано ему быть художником, танцором, он может себя в социально-педагогическую направленность, да, себя проявить. Это волонтерство и так далее, добровольчество. А с волонтерством вы в каких отношениях? Это же как другая категория получается или нет? Или у вас тоже может быть и тут, и у вас участвует? Ну, у нас целая программа есть, и в Центре социализации молодежи. Это же не только направлено на профилактику. Это просто обычная образовательная программа, общеобразовательная, дополнительная. И туда могут ребята прийти и уже найти себя. То есть сейчас, опять же, действует новая программа, персонифицированный учет, выходит в нашу область в дополнительном образовании. На сайте Дворца пионеров, да, Самарского, будет расположен навигатор, куда может зайти каждый родитель и увидеть все те программы, которые реализуются вообще по области. И выбрать свое уже направление и записать ребенка. То есть сейчас все это делается для доступного образования. А Центр социализации молодежи, он присутствует в соцсетях сам? Не через кого-то? Конечно, да. И группы, да. Конечно, конечно. И отдельные уже отделы. То есть, ну, сейчас все. Без соцсетей мы никуда. То есть нужно выходить на один уровень. Вот про что я и говорю, что нужно даже опережать где-то. Что касается профилактики. Да, надо идти на полшага. Обязательно, конечно. Потому что чуть не успеешь, и уже какие-то будут последствия. И почему я затронула тему преступности? Потому что вот буквально обнаружила данные, что по данным полиции в пяти районах Самары, в пяти, повысилась подростковая преступность. В основном это кража и сбыт наркотических веществ. То есть вот еще одна негативная такая тенденция, которую зафиксировали. Я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему. Потом мы продолжим разговор. Подростковая преступность в Самаре растет. По данным полиции, с начала года молодые люди совершили 137 преступлений, что на 24% больше, чем в прошлом году. В основном это кражи. Участились случаи сразу в пяти районах города. Также подростки все чаще попадают в неблагополучные компании, где их используют в качестве закладчиков наркотиков. Наблюдается значительный рост преступлений данной категории на территории нашего района. За истекший период было совершено 15 преступлений. В основном эти преступления – это сбыт наркотических веществ. Это, как говорится, это закладки. С начала года на профилактический учет в Самаре поставили больше 500 подростков. Городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки постоянно ведется работу с неблагополучными семьями и оказывает необходимую помощь. В отделах опеки состоит 79 семей, находящихся в социальном опасном положении, с которым работа строится более плотно, и 414 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 668 детей, с которыми на 95% работают комплексные центры. Чтобы снизить преступность среди молодежи, в школах регулярно проводятся профилактические беседы, лекции, спортивные соревнования. Но этих мер недостаточно, уверены участники городской комиссии по делам несовершеннолетних. В Самаре планируют развивать институт наставничества. Опытом готов поделиться Татарстан, где более трех тысяч авторитетных и успешных взрослых подают хороший пример школьникам. Казалось бы, мы говорим о профилактике, что она везде и всюду, а цифры говорят о другом. Это значит, что, наверное, методы не столь эффективны. Вот что, на Ваш взгляд, можно было бы поменять, от чего отказаться? Что уходит уже, должно уходить в прошлое? Прийти в школу, в учебное заведение, в колледж куда-то, и просто пробубнить лекцию, детям неинтересно. Они будут хихикать, отвлекаться, им совершенно неинтересно будет. Надо что-то новое. Это век технологий. Это дети нашего времени. Им надо постоянно что-то новое предлагать. И такое новое, чтобы действительно они, вот так вот, и это заинтересовало их. Это сложно, я согласна, но надо достигать именно вот этого. И сейчас различные предложения для родителей. Вот, кстати, в преддверии первого сентября опять об этом сказать надо. И это приложение, скажем так, больше для родителей. Где мой ребенок? Вот он приближается к опасному объекту, вот я должен об этом знать. Если он его отключил, я должен это знать. То есть родительский контроль. Это не унизительно, надо объяснить ребенку. Это забота мамы и папы о твоем здоровье, о твоей жизни, скажем так. И опять же, вот сейчас 1 сентября, я пойду сама в школу, во все школы, в какие смогу, я первые декабры, я прям обойду их. И буду говорить с родителями о безопасности. Я буду ходить именно в железнодорожном районе, в Куйбышевском, там, где железная дорога, ну извините, прям по подоконнику ходит. И будем говорить с родителями о том, как приучить ребенка безопасности, как его вести в школу, как его взять за руку, проговорить. Мы идем вот так, а не иначе. Мы идем так, потому что надо вот именно так. А вот те дяди и тети, которые идут неправильно, не бери с них пример. Это все до поры, до времени. То есть мало того, что век технологий, так надо с ребенком еще правду говорить. Понимаете, не сюсюкаться с ним, а именно, ты знаешь, мой друг, что может произойти? Ты знаешь, что можно погибнуть? И то есть вот эту правду говорить ребенку, чтобы он знал. И, скажем тогда, чтобы он был непоколебим, никто его не мог вот сказать, ах, побежали, да, переубедить. Потому что они же склонны, вот побежал один мальчишка, второй. И вот, знаете, я вот картину наблюдала страшную. Буквально, вот знаете, в пятницу, вот где у нас этот перекресток, стадион «Локомотив», торговый центр «Журавель», и вот мальчишки, они в футбольной форме, их человек 10-15. Был светофор. И они, чтобы успеть, вот как горох посыпались. Боже мой, я за сердце чуть не схватилась. Ну, это действительно страшно. Один побежал, и все за ним. У них стадные чувства. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые учителя, наш сентябрь – это вот то, как мы будем с детьми работать, и что мы будем нарабатывать. То есть все в наших руках. Ваших, в наших железнодорожников. Да, вот мы и программу новую создаем. Все именно ради детской безопасности. А вот эти дни – это родительские дни, дни педагогов – предупредить, настроить. Потому что у детей эйфория, встреча с друзьями, новый учебный год. И мы, скажем так, веселые. А для вас и сколько торжественный, и сколько тревожный такой момент. И вот поэтому мы создаем эту программу. А какой-то новой программе, Алла, Грибертовна сказала. Это опять же ваш совместный плод усилив. Вот у нас был заседание группы. Мы из центра социализации. Вот, и решили. Ну, как мы сказали, что беседа – это одно, да? Но ребенок должен прочувствовать, почувствовать руками, как можно и как нельзя. И вот мы, конечно, запланировали еще такое движение, созданное тоже на безопасности как раз. Вот есть юные инспектора дорожного движения, да? А это какое-то аналогичное движение. Мы еще не придумали название. Создание агитбригад уже, чтобы они были локально распределены в школах, особенно близлежащих. Вот так летучий голландец, чтобы она повелась и полетела. Это тоже будет системой как раз мероприятий. И помимо всего, конечно, практическая отработка навыков. Да, ну вот сейчас рассматриваем, может быть, в парке Щерса, да, где есть железная дорога детская, да? Там для малышей, да, сделать. Да, там уже они должны отработать. То есть там будет семафор стоять, они будут переходить, как правильно, как неправильно, как разбирать все ситуации. И если это пропустить, опять же, мы говорили о маленьких контингентах детей, которые младшего возраста, то я думаю, что результативность должна повыситься. Начать с маленьких надо, да. Опять же, вот эти акции, полицейский Дед Мороз, когда мы в декабре пойдем в детские сады с подарками, опять же, там детки будут маленькие, опять же, и им про безопасность. То есть, ну, где-то старшая подготовительная группа. То есть, действительно, надо с молодых ногтей. И самое главное, родительские собрания, чтобы до них вот дошло, вот родители, вот как вы делаете, так и они будут делать. Мы взаимодействуем, да, старшие, то есть, если будут старшие, обучать младших. То есть, здесь, получается, вовлечены две взрослые категории, и результат уже, конечно, будет. Когда мы говорим о правилах безопасности перехода через автомобильную дорогу, они кажутся намного проще, чем через железную. Это на самом деле так? Вот на что, в чем разница и в чем вот сходство? Вы знаете, железная дорога – это три вида перехода. Это подземный, я детям показываю так, подземный. Это надземный мост и настил. То есть, вот три разрешенных места перехода. Ну, и всегда надо смотреть, если это неохраняемый какой-то переезд, то смотрите на сигнал семафора. И опять же, если ты соблюдаешь правила, ничего с тобой не случится. И потом мы детям уже начинаем рассказывать, что нельзя бежать поезда, с хвоста поезда бежать. Почему? Потому что идет встречный, он тебя не видит. Что нельзя прогреть с платформы и бежать, ты никуда не денешься. Если автомобиль может тебя объехать, то поезд, он, извините, у него тормозной путь от километра. И когда ему все это говоришь, а еще показываешь фильм при этом, еще и какой-то фильм такой, что вот, да, у нас фильмы, они по категориям, по возрастам. Мультики, типа Яралашиков и такие социальные фильмы, тогда действительно задумываются. Я, знаете, что вот меня однажды сразило? Мы были в колледже, который при космическом университете. Фильм, мы рассказывали о наркотиках, мы рассказывали о проблеме закладок, о перевозке наркотиков, о вовлечении детей в распространение наркотиков. Потом показали вот этот фильм. Меня сразило то, что девочки плакали, а у мальчиков слезы были на глазах. Там действительно, так вот они как-то прочувствовали. И потом они подошли, сначала, знаете, они пришли, там хорохорились, сидели все себя. Мы вас не боимся, мы такие тут все грозные, мы такие лихие удалы. А потом они подошли, задавали вопросы, которые от сердца, от души идут. Значит, что-то их как-то сколыхнуло. Зацепило. Зацепило, да. То есть вот надо, чтобы лекция цепляла. Надо так, чтобы вот, например, захотелось прийти домой и рассказать родителям, поделиться. Ну вот на это наша программа и рассчитана. То есть зацепило, и как снежный ком, вот, ну что вот... Ну, отработка наоборот, да, обязательно. Вот она, отработка, 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 вовлечение, 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 приобщение своих друзей. То есть вот на это и рассчитано. А с 1 сентября центр ваш, как будет работать? Что-то, опять же, может быть, новое будет? Или какие-то планы, направления? Потому что мы говорим о начале учебного года, но у вас тоже ходят круглые годы. Новые программы будут. Это все будет расположено, говорю, и на сайте нашего учреждения, Центра социализации молодежи. И эти программы, я говорю, на разный возраст рассчитаны. То есть родители, заходите, смотрите, ребята, заходите, выбирайте, советуйтесь с родителями, придите, посмотрите, будут открытые занятия. То есть поговорить с педагогами, посмотреть. Зайдите на странички ВКонтакте, потому что они ближе вам. Там выложены ролики, отчеты о работе, о мероприятиях, чтобы примерно познакомиться уже с той работой, которая была проделана. Если нас заинтересует, а я думаю, она заинтересует, вы обязательно к нам придете, мы вас ждем. Ну, с приходом осени не останавливаются переезд, поездки общие, перевозки. Они продолжаются. Поэтому продолжаются. Я так думаю, что с открытием Крымского моста в декабре они увеличатся, потому что вот эти заведения, так называемые, летнего отдыха, как правило, они сейчас становятся круглогодичными, и дети наши едут постоянно. Поэтому еще раз хочу напомнить родителям. Наш телефон, мой лично, 8-999-701-3025, это служебный. По всем вопросам организации поездок, по всем вопросам обращайтесь. Никому мы еще не отказали. Детский отдых должен быть организованным, пройти без сучка и задоринки. Для детей, запомните, это событие. И может быть, самое яркое в их жизни окажется. Правильно? И будет он смотреть, как мама с папой организовали ему такую поездку. Ну вот если все-таки вернуться к итогам, к таким предварительным, то самыми часто совершаемыми травмы, где происходит это вот, в каких сферах, где? Вот мы говорим о железной дороге, но кроме железной дороги, вот летом есть еще и вода, и просто дороги. Велосипеды, да, это основное. Чтобы нам понимать, что где больше все-таки опасности. Опасность есть везде, понятно. Понимаете, опасность там, я считаю, где существует родительская или взрослая безалаберность. Где нет контроля. Где нет контроля, да. Вот там она опасность. А там, где все под контролем, где взрослые чувствуют себя взрослыми, чувствуют на себя ответственности, ну все сведено к минимуму. А там, где шаляй-валяй, и так сойдет, вот там самое травмоопасное место. Вот я так считаю. Ну, нужно обязательно знать, где твой ребенок, правда? Что он делает, с кем он дружит, куда он пошел. И вот сейчас дети возвращаются из деревень, из лагерей, отовсюду. Они отвыкли от городской жизни. Им не очень хочется в школу, ну себя вспомните. Ну, конечно, не хочется. Им хочется продолжения лета, поэтому нам надо сейчас их немножко привести в чувство. Подготовить к школе, подготовить к получению знаний, настроить их на это, настроить на такой рабочий лад. Вот наша задача сейчас. Да. Действительно, задача сложная, потому что вот именно в такие переходные моменты, периоды и происходят вот больше всего несчастных случаев. Да, да, да. Чтобы не вошли вот в привычное обычное... Чтобы они вошли в привычное русло. Ну и школа. Что школа, это в принципе, ну скажем так, ну это второй дом. Это новые, старые друзья. Новые друзья. Учителя, к которым уже привыкли. Классный руководитель, вторая мама подчас бывает. Действительно, если это хороший классный руководитель, это мама. Ну и полученные знания. Дети сейчас осознают, что знания-то нужны. Не то, что вот механические там как-то, а то, что действительно, это мой багаж на новое, на будущую жизнь. Можно я обращусь к детям? Пожалуйста. Конечно. Вот, знаете, я очень хочу обратиться. Увы, которых ожидает отечество от недр своих и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. Что они могут вот в теме безопасности делать? Или они настолько увлечены вот этим учебным процессом, что... Ну, конечно, и неуродичная работа. Они с нами идут. Вот даже на всех сайтах, на сайте Министерства образования, на сайте Департамента образования. Богатейший материал именно для классных часов, для родительских собраний. Вот все, чем мы богаты, мы все им раздаем. Вот сейчас я так думаю, что будут родительские конференции классных руководителей, вот как в том году директоров всех школ области. Вот все, что у нас было, весь методический раздаточный материал, мы все размещаем. Пользуйтесь, берите, созванивайтесь, мы приедем. Вот в течение года звонят школы и говорят, мы хотим, чтобы вы к нам приехали, рассказали о том-то, о том-то. Те школы, где близко Волга, мы приходим и рассказываем о том, как нельзя ходить по льду по-тонкому, как надо себя вести, как вести себя, если ты попал в беду. Ну и про железную дорогу тоже. Мы даже в те школы вот выезжаем, где нет железной дороги, это отдаленные села. Но дети должны знать, почему, потому что сейчас они приедут, это наша головная боль. Это те, кто закончил 9 классов, поступили в колледжи. Они, это не то, что я хочу, упрек какой-то. Вот, они электричкой никогда не пользовались. А здесь им приходится ездить на учебу, где-то им квартиру сняли, где-то они живут именно электропоездом. И поэтому вот наша задача экстренно донести до них правила поведения в электропоездах для этих детей. Ну не только, да, в электропоездах. В каждой школе обязательно имеется план профилактической работы. И он многосторонний, многогранный, то есть и на профилактику, и дорожного травматизма, и поведение на железной дороге, и антинаркотические мероприятия, направленные на антинаркотическую профилактику. То есть это целый комплекс. Ну и, конечно, внеурочная деятельность. Конечно, дети, когда заняты, они в первой половине, если мы говорим, что это одна смена, это учеба, вторая, это дополнительное образование. Я хочу давать, когда они искренне заняты, они заинтересованы, когда они горят этим и живут. Вовлечены в процессе. Да, когда мероприятия не для взрослых, вот взрослые управляют, а именно их мероприятия. То, что им близко. То, что им близко. Пусть оно будет не такое пафосное и помпезное, как было бы у взрослых, оно зато честное, откровенное и действительно интересно и нужно им. Вот к этому, мне кажется, надо нам стремиться. Ну вот, Алла Альбертовна обратилась к детям, а вы, Елена Геннадьевна, к кому накануне нового учебного года хочется вам важные слова сказать? Ну, хотелось бы и к ребятам обратиться, и к родителям, и к педагогам поздравить всех с началом учебного года, чтобы этот год прошел без происшествий, чтобы все мероприятия приносили только радость, чтобы дети достигли успехов и в учебе, и внешкольной работы, чтобы сбылись все планы педагогам успешной плодотворной работы, здоровья, конечно, обязательно и детям, и педагогам, и родителям. А родителям хороших детей, хороших отношений в семье и взаимодействия со школой, когда будет только консолидируя все усилия, направленные на профилактику, на здоровье детей, и можно достичь каких-то успехов. Поэтому вот такое напомню. Уважаемые родители, здоровья вам, мудрости вам и терпения самое главное. Вот я хочу сказать. Спасибо большое, очень, ну, прекрасное. Прямо вот перед новым учебным годом наставление нужно всем прислушаться и услышать. Спасибо вам огромное, спасибо вам за внимание, всего хорошего и безопасности. Субтитры подогнал «Симон»!